добрый день друзья сегодня поговорим об отвертках стэнли fat max который производится во франции многие наверно встречали в магазинах в свое время стэнли весьма косвенно и имеет отношение к этим отверткам производится они на заводе бост бост был куплен там в середине двухтысячных группы фоком ну и впоследствии фоком была поглощена группы стены black and decker и собственно сейчас вот в россии конкретно у нас можно встретить эти отвертки под брендом стэнли либо фоком эксперт с синей рукояткой синий обрезинен от этой частью эти отвертки я считаю наилучшим приобретением вообще из всех моих отверток потому что во первых у них очень низкая цена относительно популярных немецких брендов и при этом примерно такое же качество то есть они ничем не уступают той же вере той же вихи эргономик рукоятки оптимально я не знаю как они подходили к этому но вот с моей точки зрения именно такая бочкообразная рукоять с обрезиненной частью она наиболее лучшим образом подходит под анатомию руки крутить этими отвертками одно удовольствие значит вот эта бочка плавно спускается к такому тонкому грифелю грифель тоже имеет неплохое сцепление на нем же она носится маркировка то есть тип жала длина жала и артикул само отвертки в этой части находится отверстие под темляк либо под карабин чтобы подвешивать эти отвертки на пояс и не у вас не падали там примеру с высоты у немцев вот здесь с этой части маркируется тип шлица это удобно когда используйте отвертки в подсумке но французы вот решили маркировать их так то есть красным цветом обозначается просто тип шлица плоский значит есть у меня серия торксов они маркируются зеленым цветом желтым цветом маркируются жало пиаш и синим уже тут позитки на самом деле гамма очень широкая то есть если кому интересно может скачать каталог бост потому что во франции в основном они продавались под этим брендом бост бритлс мактулс отличались просто цветом рукояти то есть все то же самое только меняется цвет рукоять у нас повторюсь они продаются под брендом стены вот в таком исполнении и факом эксперт где вот это вот черная обрезиненная часть уже синего цвета на что касается расположение в таких подсумках ну сюда можно достаточно много отверток продеть то есть этот билдовский подсумок влезает как видите до 7 отверток можно даже умудриться просунуть вот эту отвертку то есть место здесь достаточно до их неудобно определять по цветам было бы конечно гораздо удобнее если здесь на торцах была нанесена маркировка хотя там буквами какими-то но что имеем то имеем недавно совершенно приобрел в дешеную серию стоит тоже недорого в районе полутора тысяч набор из пяти отверток доходит одна индикатор на индикатор на сразу скажу не ахти то есть хоть или диод у него ярко светит но тем не менее зают от вот аребрение теряется сам цвет среди ребер то есть он как-то гасится вот такая вот отверточка входила в комплект помимо нее значит входят пяшки 1 2 номер и три отвертки с плоским прямым шлицом там многие обратили внимание на то что у них отсутствует слим жала ну как по мне у меня вот есть виховская со сменными битами отвертка в принципе она какие-то такие мелкие вещи можно конечно использовать самая тонкая из них ширину два с половиной миллиметра она же у меня есть из другого набора то есть выглядит абсолютно также просто немножко перелицовано вот таким вот образом они выглядят отличаются только цветом жала наличием изолятора на самом жале и цветом рукоятки что касается набора из отверток security торк сами выглядит они вот так вот здесь торцы есть еще выемка качество неплохой выдержит достаточно большие нагрузки при закисшие винты спокойно берут ну и встречается очень часто вот такой вот крепеж с этими шляпками туда обычный торк не подходит есть этот набор более универсальный отдельно я его не смог найти покупал все отвертки индивидуально то есть собрал у отдельности вышло даже дешевле каталоге присутствует достаточно широкая гамма этих отверток там есть отвертки держатели подбиты под головки 1 4 дюйма есть шило есть вот такая вот короткая серия бочкообразных маленьких миниатюрных отверточек которые удобны в каких-то стесненных местах вот то есть они как плоским шлицом идут такие спешкой позиткой есть усиленная серия слесарная выглядит они примерно так вот как веровская отвертка но без ударного тыльника здесь есть в основании такая же шестигранная гайка вот для обеспечения удобства кручения ключом вот и они отличаются еще по длине жала максимально что я видел 35 сантиметров если мне память не изменяет достаточно крупный с большими типами шлицов как плоские такие ph4 pz4 то есть массивные здоровые такие отверточки но в следующем видео наверно поговорим про эргономику рукояток на данный момент вот эти рукоятки я считаю наиболее идеальными для повседневного использования идеально лежат в руке как мелкая серия таки крупная то есть очень удобно ими работать вот это бы я хотел особенно отметить если сравнить к примеру с той же олдскульной рукоятью swiss tools то на изгиб тяжеловато то есть больше приходится запястьем работать веровские рукоятки мне не зашли если честно то есть вот такими крупными еще можно что-то крутить но мелкими типа вот циклоповской трещотки она уже плохо лежит руке только за счет вот этих вставок и софта чем зелененьких есть какое-то сцепление на самом деле анатомия не очень удачно на мой взгляд ну и самыми идеальными наверно назвал бы весловск вот эту вот серию нужно помню какая там маркировка идет за счет вот это ушел расширенного яблока торца рукоятки тоже очень удобно крутить работать но повторюсь самыми универсальными оказались в моей коллекции отверток именно вот эти вот стэнли fatmax которых я собрал тут великое множество для разных за один из подписчиков скинул мне ссылку на французский сайт где вы вывешены фотографии завода вот как раз датируются они 2020 годом с разрушенными цехами так что скорее всего эти отвертки исчезнут продажи может они конечно перевели куда свое производство но тем не менее новости не очень хорошие как сэкономить при покупке этих отверток недавно совершенно вентилировал смотрел вообще что происходит с этими отвертками исчезает ли они с продаж скорее всего да они исчезнут потому что вот нашел я аналогичный наборов от facom эксперта то есть синей рукояткой все то же самое в дешне и серия торгса и шестигранники их продают с очень хорошей скидкой но минимальная сумма заказ должна составлять 10000 то есть если что-то там наберете видимо все таки есть проблемы у группы стены что-то там во франции какая-то движ происходит ну к примеру набор вот из 12 отверток там продается что-то в районе 1700 рублей торгцы в районе полторашки в дешне там вообще по 1200 отдаются так что выводы делайте сами на этом с вами прощаюсь всем пока